День добрый, друзья, с вами Димон. Сегодня день богат на новости. Улитка сегодня выкатила и новый выпуск починили, и часть дорожной карты. Я хотел бы начать с самого главного, хоть эта новость не в заглавии, но тем не менее это, конечно же, исследование вертолетов на наземной технике. То есть теперь улитка сделала такую возможность, и таким образом можно не заходить в неинтересные для вас, возможно, ПВЕ-режимы. Дословно говоря, в ветке исследования вертолетов и наземной техники каждой отдельной страны теперь доступен переключатель, который позволяет направить все очки исследования, заработанные в боях на наземной технике, в изучение выбранного вертолета, а не наземной техники. И это очень крутая фича. Тут прям грех не написать хвалебный комментарий, но обождите, давайте посмотрим на другие изменения. Далее у нас идет более навороченная система жалоб, в которой при выборе определенных пунктов автоматически будут сообщения этого самого игрока, которые можно рассмотреть как оскорбительные. То есть в данном случае представлен комьюнити-менеджер Сквайр. В принципе, я давно знал, что он с характером, но, видимо, доигрался, так что ему накидали репортов, и причем задело. Посмотрите, что писал. Ах ты оборотень. Ну, ладно, шутки шутками, ребятам спасибо за пример. В общем, все ясно. С системой жалоб это, конечно же, полезная фича. Далее тоже очень полезная вещь. Награда за захваточки после потери техники. Это в тех эпизодах, когда вы вроде как влетели на точку, практически придержались до конца, но у вас уничтожили. То есть финального захвата вы не дождались. Так вот, теперь система начисляет вам за вклад, за захват точки некие очки. На самом деле данная фича давно напрашивалась ребятам, кто это придумал, спасибо. Но, чтоб жизнь медом не казалась, есть оговорка. Награждаться будут лишь те, кто сражался за точку до конца. Если игрок по какой-то причине уехал с точки перед своим сливом, своей смертью, то награду он уже не получит. Ну и очевидно, что самым главным нюансом является то, что вам все-таки нужно довести захват до конца. Если этого не произошло, то и те игроки, которые слились раньше захвата, тоже ничего не получат. Если захват так и не произошел по итогу. А вот дальше какая-то немножко сомнительная вещь, но возможно кому-то действительно это было необходимо. Индикация неуязвимости. Боже мой, как я без нее жил все эти годы. В общем, теперь, когда поджимаются какие-то игроки на респауне, при их обстреле, игрок теперь будет видеть, опа, он бессмертен, его не пробить. Обычно таких игроков щупают пулеметами, стреляют короткими очередями, смотрят, проходит ли урон. То есть хотя бы написано попадание или же не написано. Попадание написано, значит пора работать главным орудием. А вот теперь при стрельбе по неуязвимому игроку вам показывается камера попаданий, в которой явно указано, что противник неуязвим. То есть пояснение для недалеких что ли, черт его знает. Ну в общем, что-то подобное решили реализовать. Зачем? Ну, фиг знает, пишите в комментариях. Ну и так понял, поработали с подсветкой спаун кемперов, людей, которые окружают спаун и начинают расстреливать со всех сторон, пока есть или уже нет бессмертия. Ну, в принципе, они и так отображались на карте. Возможно, будут еще в игре отображаться. Гигантская стрелка будет падать на танк. Там! Сидит кемпер! Посмотрим, короче. Ну и что там с починкой? Ребята решили изулиток изменить поверхности. Причем настолько изменить, что ровная чистая поверхность, она ускоряет передвижение техники. Динамичнее станут машины, проходимость лучше. Но при этом усугубили ситуацию с зыбучими поверхностями, снегом, песками и так далее. То есть они станут менее дружелюбными, в частности, для колесных машин. Ну и в какой-то степени для гусениц. Эх, если бы я заранее знал, что такие изменения произойдут, можно было бы сравнить до и после. А теперь нужно лишь на ощущения полагаться. Ну, значит, пишите в комментариях, ребят, кто заметил разницу. Далее улитка улучшила усилители, чтобы награды за полезные действия учитывали все активности в прошлом. А не только, которые были активированы на момент расчета награды. Пересмотрела систему наград, в которой якобы повреждения внешних элементов танка, также бочки, оптику и навесная броня считались эффективными. Хотя, по сути, урона никакого не наносили. И, следовательно, за это можно было получать какой-то фарм. Так вот, улитка расширила список возможных действий, благодаря которым можно получить награду. И теперь в него уходит и попадание без пробития брони из любых орудий со скорострельностью менее одного выстрела в секунду. Короче, мужики, смотрите, план. Ловите противника, ломаете ему ствол, связываете, начинаете весь день обстреливать. И до тех пор, пока не откроете топовые танки, топовые самолеты, топовые корабли. Ну, в общем, вы поняли. Главное, не делайте летальных попаданий вниз, вправо, слева, где-нибудь не пробивая броню. Мне кажется, гениально придумал. Надо пробовать. Соответственно, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, было интересно, полезно. Ролик пальцы вверх поддерживаем, если не сложно. Ну и пишем свой комментарий по изменениям, что понравилось или же не очень. Какие хотели бы правки еще. Все, ребята, всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!